МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии дневной выпуск информационной программы Республика. С важнейшими новостями на этот час вас познакомят наши корреспонденты и я, Алексей Андреев. Меньше бюрократии, больше сельхозпродукции и денег для предпринимателей. Такое предложение выдвинул Михаил Игнатьев в министру сельского хозяйства Венгрии. Чувашия – один из крупнейших агропромышленных округов России. Именно поэтому наш регион вызвал особый интерес у венгерских коллег. Министр сельского хозяйства Венгрии высказал заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Чувашией в таких отраслях, как разведение крупного рогатого скота, птицеводства, рыбоводства и семеноводства. Михаил Игнатьев, в свою очередь, отметил, что Россия на сегодняшний день обеспечивает свои потребности в мясе птицы. А вот в плане селекции сотрудничество можно рассмотреть. Сами яйца племенные, любых видов птиц. Почему я так говорю? Потому что сегодня у нас ингубаторий достаточно, они мощности имеют. Просто яйца покупаем или из Голландии, или из Америки, или из Германии, или из Италии. Также большую заинтересованность глава республики высказала в возможном сотрудничестве с Венгрией в области семеноводства. В целом, взаимодействие с Венгрией Чувашская республика ведет, и товароборот ежегодно растет. Но в основном это электротехнические кластеры, то есть электротехническая продукция по сельскохозяйству. Нам были 90-е годы попытки сотрудничества, но нам надо все начинать заново. Венгрия нуждается в переговорах и в сотрудничестве. В ходе встречи решено создать специальную группу, которая и займется разработкой механизмов сотрудничества в указанных областях. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика. Михаил Игнатьев принял участие в заседании Попечительского совета Всероссийской Федерации «Самбо», которую возглавляет вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. На заседании президент Всероссийской Федерации «Самбо» Сергей Елисеев представил новых членов Попечительского совета. Среди них глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев. Было отмечено, что в Чувашии этот вид спорта развивается бурными темпами. Пять спортсменов Республики входят в состав сборной. 17 самбистов в прошлом стали победителями различных взрослых и юниорских международных соревнований. Самбо в Республике включено в число базовых видов спорта. Им занимается более 2,5 тысяч человек. Президент Всероссийской Федерации «Самбо» поблагодарил главу Чувашии за эффективную поддержку детско-юношеского спортивного движения. Кстати, в этом году в Республике пройдет несколько престижных турниров самбистов, в том числе чемпионат ФСБ России и Всероссийский турнир Кубы главы Чувашской Республики. Новочебоксарск, АллатР, а с 2015 года еще и Канаж. Три индустриальных города Чувашии включены в программу модернизации моногородов. Рабочая группа правительственной комиссии побывала в городе железнодорожников, чтобы на месте обсудить первоочередные задачи. Сложность ситуации в моногородах оценивают по принципу светофора. Канаж сегодня подает красный сигнал. Два градообразующих предприятия города, в том числе и автоагрегатные, на грани закрытия. Половина трудоспособного населения города уже сейчас выезжает на заработки в другие места. Поэтому так важно детально проработать все варианты занятости людей. Мы знаем, через какие трудности прошел город. Здесь я была два года назад, и тогда обсуждался вопрос о закрытии градообразующего предприятия. Мы видели тревожные лица сотрудников. Мы видели, как переживает администрация, как переживает республиканская власть. И тогда было принято решение, что, не дожидаясь сокращения, нужно работать над тем, чтобы создавать новые производства. Процесс создания новых производств будет осуществляться под строгим контролем рабочей группы, подчеркнула Ирина Макиева. Основная задача сегодня – проверить жизнеспособность уже существующих инвесторов и привлечь новых. В «АллатРе» и «Ново-Чебоксарске» программа модернизации реализуется успешно. Эти два моногорода вошли в пятерку лучших по стране, но успокаиваться на достигнутом еще рано, считает глава республики. Финансовые средства с федерального центра просто так не давались и не будут даваться. С учетом этого, уважаемые коллеги, друзья и руководители хозяйств и субъектов, я прошу вас, не приукрашивая события, качественные документы, которые подготовлены, все это надо освежать, актуализировать. Где нужно корректировать, скорректировать. И в рабочем ритме, когда нужно ручное управление, все это представлять. Ставку делают на строительство индустриального парка. Уже есть резиденты, готовые там работать. Например, Аурат СВ, Девилей и другие. Сейчас вплотную занялись созданием инженерной инфраструктуры. По программе «Моногородов» Канаш получит 645 миллионов рублей из федерального бюджета. Таким образом, когда все инвестиционные проекты заработают на полную мощность, в Канаше появится почти 2000 новых рабочих мест. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Решением российского правительства предприятие «АКОНТ» попало в перечень системы образующих организаций, которые могут рассчитывать на государственную поддержку. Список состоит из 199 предприятий. Фабрика оказывает существенное влияние на социальную стабильность в республике. Она обеспечивает значительную занятость населения. Критериями отбора стали показатели годовой выручки. Налоговое отчисление в бюджет – существенная доля на рынке. В течение года будет вестись мониторинг финансово-экономического положения «АКОНТ», чтобы при необходимости оперативно разработать инструменты оказания господдержки в период кризиса. В Нижнем Новгороде состоялось первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав граждан, участников долевого строительства в регионах Приволжского федерального округа. На заседании была отмечена положительная динамика решения проблемы обманутых дольщиков в нашей республике. В прошлом году были сданы три объекта. Долгожданные квартиры получили почти 90 дольщиков. Правительство Чувашии находит законодательные пути решения этой непростой проблемы. Накопленный опыт вполне может пригодиться тем регионам ПФО, где вопрос стоит еще очень остро. От их деятельности зависят судьбы не только отдельно взятых людей, но и целых государств. 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Многие школьники мечтают о карьере дипломата. Подробнее в нашем следующем сюжете. Выбрать будущую профессию в 16 лет – задача не из легких. Это понимают не только выпускники, но и преподаватели. Именно поэтому учеников старших классов готовят к выбору профессии основательно. Помимо прохождения тестов на профориентацию, сегодняшние старшеклассники с большим интересом относятся к специализированным курсам. В этом году в столицу Чувашии приехали преподаватели из МГИМО, которые провели мастер-класс для потенциальных студентов. Очень важно правильно ребят сориентировать. Может быть, кому-то это и не нужно, потому что все международные отношения, МГИМО, МГИМО. А это достаточно сложная и серьезная работа, которая накладывает определенные ограничения на жизнь, на дальнейшую судьбу и карьеру. Поэтому чем раньше ребята об этом узнают и сориентируются, тем будет лучше. Поэтому профориентационная цель – это одна из самых основных. Как официальный представитель государства, дипломат в любой ситуации должен демонстрировать высокий уровень самоконтроля, острый ум, выдержку и политкорректность, подчеркнул Андрей Емелин. Это не каждому дано. Впрочем, это понимают и сами родители. Даже если мой ребенок, пройдя обучение в этой школе, решит для себя, что это не его стезя и не выберет эту профессию, я считаю, что это тоже большое достижение, это большой плюс. Он поймет, чего он не хочет. Значит, следующим этапом, следующим шагом будет правильный выбор. Для того, чтобы сделать правильный выбор, у слушателей школы дипломатии есть как минимум два года. Этого времени вполне достаточно, чтобы определиться не только с направлением, но и с учебным заведением, считают педагоги. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Весь прошлый год республика оказывала помощь беженцам и зон конфликтов на Украине. Помогала деньгами, жильем, трудоустройством. В эти выходные Чувашия приняла очередную группу вынужденных переселенцев. 12 граждан Украины приехали в столицу Чувашии из Ростова. Среди них четверо детей. На железнодорожном вокзале беженцев встретили медицинские и социальные работники. По прибытию граждане Украины были осмотрены врачебно-сестринскими бригадами. Сейчас вынужденные переселенцы размещены в пункте временного пребывания в гостинице «Курортная». Ведется работа по дальнейшему социально-бытовому обустройству вновь прибывших. Всего в Чувашии находится 2713 беженцев, и половина из них проживают в семьях. В Чебоксарах наркополицейские задержали двух старшеклассниц по подозрению в сбытии спайса в особо крупном размере. Сотрудникам управления наркоконтроля задержаны две 17-летние учащиеся одной из чебоксарских школ. Девушки решили заработать на незаконном сбыте наркотических средств. По данным следствия, общая масса синтетики, изъятой при обыске в квартирах, составила более 400 граммов, что считается особо крупным размером. С продажи наркотических средств они рассчитывали получить более 1 миллиона рублей. Сейчас в отношении сбытии спайсов возбуждено уголовное дело. Новая разновидность спайса содержит вещество МДМБ, которое до сих пор не значилось в перечне наркотиков. Напомню, в конце прошлого года по всей стране прошла волна чрезвычайных происшествий, связанных с употреблением курительных смесей. Тогда погибли более 30 человек, еще 700 отравились наркотиком. Теперь так называемый спайс в списке запрещенных наркотиков. На улице Орлова в Чебоксарах произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Есть погибшие. Подробнее в следующем сюжете. ДТП произошло на участке дорог между Ольгешево и Южным поселком. Автомобиль Киа ехал со стороны кафе Георгий. Другой автомобиль двигался со стороны Южного поселка. Пока при неизвестных обстоятельствах автомашина Киа Серата в легковом исполнении выскочила на свечную полосу движения. Как сказали очевидцы, ее якобы занесло, в связи с чем произошло дорожное транспортное происшествие. В результате столкновения водители и пассажир Киа скончались на месте. Водители и пассажир другого автомобиля с тяжелыми травмами были госпитализированы. Идет расследование происшествия. Ансамбль флитистов «Грация» признан лучшим на всероссийском конкурсе ансамблей духовых и ударных инструментов. Оценить выступление юных дарова не смогла и наша съемочная группа. Репетиция и еще раз репетиция. Только благодаря упорному труду и, несомненно, таланту можно достичь таких высоких результатов, которые достигли ученики Чебоксарской музыкальной школы имени Максимова. Ребята объездили полмира и совсем недавно вернулись с очередного конкурса, который проходил в Казани. Решили, отправили заявку, приехали, оказались самыми последними, так как мы поздно подали заявку. И в итоге первое место наше было очень приятно, радостно, что ребята выступили хорошо, замечательно. Им нравится выступать. Они уже не первый раз играют. Несмотря на то, что ансамбль уже два года и ребята настоящие профессионалы, любой выход на сцену как в первый раз. Тем более, что конкуренция на прошедшем конкурсе была очень достойная. Было представлено 53 ансамбля из разных городов России. Когда мы приехали в Казань, мы долго ждали выступления. Мы сидели в очень душной комнате. И когда потом настал черед выступления, я очень сильно волновалась. Ну и все, наверное, волновались. Когда я вышла на сцену, волнение пропало. Когда мы только сыграли первую ноту. Поддерживали и болели за ребят не только родители и преподаватели, но и вся родная музыкальная школа. Дети играют очень профессионально. Всегда показывают высокие результаты на конкурсах, ну и на концертах. Вся Чувашия знает этот ансамбль. Они везде выступают. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Лыжные соревнования, катание на коньках и показательные выступления спортсменов. Минувшие выходные в Чувашии стали самыми спортивными, активными, веселыми. Как и в целом по всей стране. Поводов было несколько. Годовщина Сочинской Олимпиады и соревнования Лыжня России. Подробнее об этих мероприятиях и не только в программе по существу сразу после информационного выпуска Республика. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова